Инклюзивно-ресурсный центр в Балаклее обустроили в здании школы номер один. До этого в городе была лишь медико-педагогическая консультация. Центр могут посещать дети от 3 до 18 лет. Специально обустроен уголок лечебной физкультуры. В нём шведская стенка, батуты и массажное кресло. Также в центре есть тёмная сенсорная комната. А что тебе тут больше всего понравилось? Ну да, комната. Где свет и где-то маленький, ну там тысок и можно моливать. Пребывание в сенсорной комнате способствует глубокой релаксации и психоэмоциональному восстановлению детей всех возрастов, рассказывают специалисты. В ней вы бачили разные методы. Это и сухой бассейн, это для деток, кто потребует ликувальной физкультуры. Для детей с аутичным спектром у нас облаштовано гнездо, ну оно называется так, методика гнездо, где дети могут усамитниться, ну, звичайно, с педагогом и применять разные методики для того, чтобы улучшить настроение детей. Педагоги занимаются с малышами и подростками в игровой форме по новейшим методикам. Как с группами, так и индивидуально. Средства на создание центра выделили из районного бюджета. Мы занимаем три комнаты, и на перспективу вчера решением сессии районной ради было еще додатково выделено на поточный ремонт еще двух помещений, чтобы и для придбания материалов, и всего обладнания, для того, чтобы обладнать побутовую комнату и кабинет психолога. У нас облаковываются дети с разными нозологиями, то есть дети, которые потребуют корекционной помощи втручания логопеда, психолога, дефектолога, педагога из реабилитационной физкультуры. Губернатор Юлія Александровна Святлична дала доручение, чтобы в каждом районе был такой ресурсный центр, в каждой школе, где это необходимо, должны быть комнаты. Мы пошли тем шляхом, что сразу, не раздумывая, выделили на сессии соответствующие деньги для создания этого, и постарались в ближайшее время сделать. На сегодня у нас уже записаны дети, которые будут тут отримывать все необходимые допомоги, навчания, ликования. Первое помещение для учеников с особыми образовательными потребностями, так называемая ресурсная комната, открылась в регионе в ноябре прошлого года. В Харьковской школе номер 105. У вересня 2017 года губернатор Харьковской области Юлія Святлична подписала меморандум з благодійным фондом Петра Порошенко, саме з Мариной Анатолійовною Порошенко, президентом цього фонду щодо розвитку інклюзивної освіти в Україні. Це дійсно иніціативи президента України, які були започатковані минулого року. І, звичайно, Харьковская область, як завжди флагман цих питань, ми почали активну роботу щодо створення інклюзивного освітнього середовища в Харьковській області. По словам вице-губернатора, в планах создати ще 15 ресурсних комнат і 25 медіатек. Інклюзивно-ресурсні центри до конца року должны появиться в кожному районі і в місті регіона.